Детская площадка, спортивная площадка и всё-всё-всё забито, друзья, машинами. Будет тёплый дом зимой и прохладно летом. Мы видим тот же грязный марш, я так заходишь как в строительный вагончик. Причём так не поддувает, так дует неплохо. Их здесь нигде нет. Такое ощущение первое, что я попал в больницу. По стенке из газоблока сразу отмечу, что у нас, к сожалению, всё происходит наоборот. Но обратите внимание, что вообще ни о чём. И вид уже вот здесь, на последнем этаже, вода дырочку найдёт. Для несемейных людей сейчас будет самое интересное. Друзья, добрый день, я Андрей Артёмов. Сегодня приехал в жилой комплекс «Галактика». И немного расскажу и покажу вам его поближе. Знаете, первое ощущение, когда вот сюда попал, это, во-первых, не убраны дороги. То есть они не очень хорошо убраны, как хотелось бы. Вот такие поля, мало зелёных насаждений, очень маленькие дворы. Такое, знаете, что я не практически в центре Питера, да, где всё хорошо с транспортной доступностью. А где-то вообще в каких-то полях или инобласти нахожусь. Ох ты, тут сколько много всего. Вот обратите внимание. Значит, тут застройщик сделал вот такую плитку для того, чтобы можно было по ней ходить. Но поверьте, по ней ходить неудобно, потому что нога, когда попадает вот не где бетон, а вот так вот сюда, да, то, соответственно, это не очень комфортно. Ну, женщины, которые на каблуках, однозначно это всё обходит, потому что здесь пройти, ну, очень тяжеловато будет. Вот здесь как раз говорят, что должен будет быть, когда всё отреставрируют, большой супермаркет продуктовый. Ну, вот видите, здесь, так как земля дорогая, всё очень-очень-очень плотно настроено. Сейчас мы с вами пройдём, прогуляемся, постараемся зайти в какие-то дома. Вот вижу класс энергоэффективности B+, B+, ой, B просто. Первые, кстати, дома здесь сдали в далёком 2018 году. Ну, понятно, да, что в этом комплексе, вы сами это хорошо знаете, очень хорошая транспортная доступность. Это, пожалуй, самый большой и, наверное, единственный плюс этого жилого комплекса. О минусах я вам расскажу чуть позже и всё постараюсь это наглядно показать. Основной минус это для жителей с детьми, потому что и школы, и детских садов, всего многообразия, что здесь есть. Места есть лишь в 109-м садике, и всё, больше вакантных мест нет. Это официальная информация с интернет-ресурсов детских садов и школ. Квартиры здесь представлены от студий до 4-комнатных квартир. В жилом комплексе «Галактик» однокомнатные квартиры стартуют от 8 миллионов 600 тысяч рублей. Если мы берём «Галактику ПРО», то это уже 11,5 миллионов рублей, также однокомнатная квартира. А в «Галактике Премиум» квартира вам уже обойдётся от 11 миллионов 860 тысяч рублей. Чуть дешевле будет стоить соседний комплекс от этого же застройщика «Московский» «Ворота-2». Там однокомнатная квартира стартует от 9 миллионов 800 тысяч рублей. К примеру, на набережной обводного канала есть дом, жилой комплекс от Ю. Это как раз он ограничит жилым комплексом «Московский-65». Там, например, однокомнатная квартира с хорошим ремонтом обойдётся от 15,5 миллионов рублей. Ну и, конечно, «Московский-65» у него просто отличное, наверное, здесь лучшее месторасположение. Там однокомнатная квартира, можно приобрести от 16 миллионов 700 тысяч рублей. Но зато, друзья, на вторичном рынке можно приобрести там квартиры от 11 миллионов рублей. Но по дорогам, конечно, здесь тяжеловато ходить. Всё уже во льду сегодня, там вчерашнего дня в Питере всё потаяло. Вот, смотрите, да, огромный массив, здесь стройка, нет деревьев, никакого пустарника, просто вот обычная недорогая плитка, которую мы видим повсеместно. Пару ёлочек, вот такие деревца, всё, больше нет ничего. То есть, знаете, вот такой в пустаре, он, видели, как рабочий поскользнулся, и вот так по всей дороге. То здесь нужно быть очень аккуратно. Понятно, здесь достаточно дорогая земля, поэтому дома посажены как можно ближе друг к другу, для того, чтобы застройщик получил именно ту прибыль, на которую он, соответственно, рассчитывает. А вон, видите, снова строители идут, и здесь большое-большое количество, и будет ещё не один год. Жилой комплекс «Галактика ПРО» смотрится интересно. Я вам даже скажу больше, что на картинке комплекс смотрится хуже, нежели чем в живую, поэтому я всегда рекомендую приезжать на объект и его, соответственно, смотреть. Спустился вот в такой приямок, и здесь сразу видно качество ржавчина, ржавчина. Ох, сейчас пошире сделать, вот так, видно. Ну, здесь видите, да, какая-то проблема была, то ли это текло откуда-то, непонятно, да, это у нас водомерный узел насосное АУТП. И аналогично здесь, всё в пыли, подтёках, и уже отвалившиеся, отваливающиеся штукатурки. Сюда должна уходить вода, вот здесь видите, да, что стяжка произошла, она просто вот всё вот в болото, в грязь превратилась, такое качество. Вот это обычный камень, недорогой, то есть, грубо говоря, сделали блоки, пополам его долбанули, вот вам одна половинка, вот вторая. Монолитное перекрытие, надеюсь, тут сантиметров 20. Здесь мы видим мокрый фасад, ну, если посмотреть вот здесь наверх, то мы видим, что уже зашит обычным вентфасадом, видно, что кляймеры видны, и вблизи, конечно, по сравнению из-за чего. Издалека смотрится ещё ничего так, но вблизи, конечно, хотелось бы, чтобы всё-таки квартиры с такими ценами, фасады смотрелись намного интереснее, нежели чем они смотрятся сейчас. Заходим, входная группа в обычный комплекс «Галактика». Первый плюс, что мне действительно нравится, это широкая дверь, здесь стекло, сразу видно, кто тут стоит, что находится здесь, и, соответственно, есть дополнительный свет. Есть вот такое небольшое приемо, где как раз лежит вот этот коврик. Это здорово, потому что грязь всё остаётся внизу. Технические помещения. Наверху у нас обычная гриля, достаточно высокие потолки, нормальная отделка, здесь не штукатурка, здесь плитка смотрится намного богаче, нежели чем обычная штукатурка. Есть указатель, куда идти прямо. Соответственно, заходим, есть коврик, здесь уже теплее. С левой стороны у нас рифтовой холл, здесь у нас почтовые ящики. Почтовые ящики обычные, сразу видно, где что находится. Большая, кстати, прорезь, обычно она почему-то уже. И здесь сразу видно, где что у кого есть. Здесь, конечно, такие элементы отопления, когда видна труба. Труба окрашена не очень качественно, хотелось бы, чтобы было всё ровнее. Видны стаканы, куда уходит система отопления. Ну, по мне, конечно, так не очень. Здесь у нас, обратите внимание, тоже плитка откоса, тоже в плитках смотрится неплохо. Открывается окно, фурнитура здесь недорогая. Работает, конечно, на цифру 2. Лифтовой холл, первый этаж, квартал Галактика, 14 этажей, нумерация квартир. И что здесь прикольно, она идёт снизу вверх, потому что некоторые взяли моду, и почему-то первый этаж у них, наоборот, наверху, а потом последний внизу. По мне, как-то странная история. А лифты видно, что отис, видно, на каком этаже находится отис. Люди часто здесь жалуются на управляющую компанию, что дорого и не так продуктивно она работает, как хотелось бы. Видите, здесь есть ещё охрана, за которую платят жильцы. И график уборства. 20-й, сегодня типа убрали. Влажная протирка входных дверей была сегодня. Давайте проверим, как они тут её протирали. Чисто. О, видите, как протирали? Влажная протирка дверей. В общем, либо сделано плохо, либо это вообще не сделано. А странно, что кнопка вызова всего лишь одна. Могли бы поставить вторую кнопку для удобства. Ну, понятно, это дополнительные деньги. Пойдём сразу на последний этаж. Мой любимый лифт с регенерацией электроэнергии экономит до 70% электроэнергии. Давайте проверим, что у нас с вызовом диспетчера. Разберитесь с водой. Скоро уже будет 14-й, значит, пока никого нет. Кстати, лифт едет достаточно медленно, настроен, он может ехать быстрее. Но едет ровно, тихо, кабину не долбит во все стороны, ничего не трещит, не стучит. Понятно, нам до сих пор не ответили. Класс! Выходишь и в комфорте у тебя сразу вот это комфортное. Насосы, вентиляция, щель неровные, стены, пожарка. Ну, вот, конечно, так себе всё это смотрится. Здесь для чего-то кнопка непонятная, кого вы тут хотите вызывать. Мало освещения. Здесь находится всего лишь, я вижу, две лампы. Знаете, вот как раньше в советских квартирах, вот в туалетах висели вот эти круглые. Вот, по одной лампочке энергосберегающей, это вход в межквартирный коридор с указанием нумерации квартир 292-299. То есть, всего лишь 7 квартир на площадке, это в нынешнее время достаточно немного. Заходим сюда. Ого! И здесь сразу, знаете, такое ощущение, что я вот, ну, стал меньше ростом. Потому что здесь высота, такое ощущение, что, наверное, там, наверное, 2,20 что ли, друзья. Ну, очень как-то низко. Но зато чувствуется тепло, чувствуется, что здесь были дефекты, были протечки. Вот здесь что-то непонятно. Здесь, видно, что-то хранят. Ну, конечно, могли бы сделать всё лучше, но сделали так, как это есть. Сигнализация забрала на месте. Там не хватает саморезов. Сейчас измерим высоту потолка. Ну, да, почти 2,3 метра. Ну, конечно, это ощутимо. Есть двери от застройщика. Есть уже двери, которые люди поменяли. Раз меняют двери, значит, качество двери от застройщиков не устраивает. Современные счётчики на электроэнергию. Ну, в принципе, здесь больше, друзья, смотреть нечего. По стенам понимаю, что где-то есть бетон и есть где-то блоки. Это газоблок или ещё какой-то блок. И, соответственно, в квартирах, где другие блоки не бетон выходит, а куда-где установлена дверь, там, конечно, звукоизоляция будет совсем другая. Ох, какая красота! 14-й этаж. И здесь уже такая более простая отделка, обычная штукатурка. Столько лет не могли отмыть. Вот как рабочие ходили, так это, в принципе, всё осталось. Вот если обратить внимание наверх, да, то вот здесь прекрасно видно, что нет никакого капельника. То есть вода прям по стенкам течёт вниз туда, в сторону рамы. Конечно, как-то очень странно это сделано. Могли бы сделать совсем по-другому, чтобы вода нормально капала вниз. Но вот видите, то, что, как говорится, есть то, что есть. Напишите, пожалуйста, были ли проблемы с попаданием влаги на ваши балконы. Очень скудные дворы. Я не знаю, почему так не любят людей, почему не делают для них удобно и комфортно. То есть вот здесь, я понимаю, небольшие зоны, даже нет скамеек. Вот вход в подъезд классной эффективности B+. И вот сейчас я немножко расскажу вам, друзья, вот про этот фасад. Здесь как раз всё будет наглядно видно. Керамическая плитка, кляймеры, направляющие. Вот там внутри находится утеплитель, который боится влаги. Понятно, что в любом случае влага сюда попадает. И для того, чтобы она не попадала в утеплитель, там есть специальное полотно, по которому вода должна отводиться, и здесь, соответственно, внизу вытекать. Большой плюс, что вход в уровень с землёй, есть ограничители. Смотрите, да, обычный визит, то есть смотрится он такой, знаете, как из двухтысячных девяностых годов. Система допуска есть нормальная, современная. Почему-то застройщик это называет парадная. Но по мне это не парадная, это обычный подъезд, потому что царскими парадными, ну, таких, как раньше было, как строили в старину, сейчас, я не знаю, строит ли вообще кто-то так. Ну, вот, да, смотреть на фасад. Есть места, где там немножечко не так сделали ровно, как, наверное, может быть, хотелось бы, но при этом такого, чтобы сказать, что здесь совсем всё плохо, я бы не сказал бы. Может быть, когда наверх поднимешься, там, конечно, будет немножечко другая история, но здесь есть то, что есть. Дома разноцветные, то есть вот такой яркий фасад. Сейчас, может быть, это красиво, но по мне, через какое-то время он, может быть, не так красиво смотреться. Конечно, Галактика ПРО в этом плане смотрится лучше. Видны вот квартиры с выходом на террасу, вот они на последних этажах. И там, кстати, высота потолка не 2,7 метра, а она там, если не ошибаюсь, 3,3 метра. То есть достаточно высокие потолки, как в старых царских домах. Издалека фасад смотрится прикольно, но это тоже обычный вентфасад, это тоже плитка, это тоже видны клеймеры, но издалека их не видно, потому что они маленькие и сделаны, как и здесь, в цвет фасадной плитки. Вот, к примеру, стандартный двор. Если пройти, вот сразу видно большое количество припаркованных машин. То есть понятно, что у кого нет паркинга с парковкой, здесь очень проблематично. Стоят в два ряда. Достаточно узкая получается дорога. Сама спортивная площадка, детская площадка, ну все очень скупо. То есть вот для спорта, для жителей, да, вход в паркинг. Но обратите внимание, что ну вообще ни о чем. Детская, вот одна качелька и скамейки для родителей, все открыто, все, больше в принципе ничего нет. В таком классе, такого жилья ожидают, что детские площадки будут детскими, а не так, что одну качельку поставили, и на этом, соответственно, застройщик забыл про все. Аналогичная ситуация, вход в уровень землей, небольшой коврик, чтобы можно было вытереть ноги. Тут плитка смотрится сразу дорого-богато. Если бы не вот это одно, но это белая обычная дверь, если бы стояла бы дверь в цвет плитки, или это был бы алюминий, да или хотя бы здесь пленку бы поклеили, смотрелось бы совсем, соответственно, по-другому. Длинный достаточный коридор и выход в лифтовой холл. Два лифта, грузовой, грузопассажирский и пассажирский, жилой комплекс, галактика. Ну, здесь холл небольшой, но места, в принципе, хватает. Классная отделка. Вот двери бы, конечно, были бы не белые, а были бы из алюминиевого профиля. Профиль смотрелось бы лучше. Ну, вот кнопка вызова тоже, кстати, одна. Для меня, например, это минус. Ну, хотя бы есть, как и в том соседнем доме, указатель, где и на каком этаже находится. Здесь, видите, еще видно идет ремонт, потому что обшивка есть. Причем, кстати, так неплохо металлом закрыли. Я такого еще ни разу не видел, только здесь. Сверху СБ, то есть закрыто практически все для того, чтобы строители не убили этот лифт. Какая-то тишина. Вот, кстати, тоже пауте сюда. Вот видите, вот раздатчик. И вот, здравствуйте, проверка связи, как у меня слышно? Хорошо слышно. Спасибо. Нам ответили большой плюс. Вот, как я говорил, видите, всего лишь один датчик. Бывают датчики, когда они идут вертикально по всей створке двери, и это, конечно, лучше. Выходим. Ну, тут, смотрите, да, все белое, красивое. Тут торчит воздухозаборник с клапаном. И вид уже вот здесь, на последнем этаже, ну, вот, как-то смотрится не так, как на первом. То есть здесь, знаете, такое ощущение, что попал в какую-то там панельку от ЛСР, а не комфортное жилье с ржавчиной. Двенадцатый этаж. Смотрим. Ну вот, да, непонятно, что где находится, почему-то вот здесь странно нет указателей. Где находятся квартиры, где находятся лестничные марши. Ну, вот, понимаешь, что, скорее всего, это вот здесь. За этой дверью доводчик снят. Канализация. Все под потолком. Почему-то открыли, не закрыли. Дверь от застройщика. Прекрасно слышу, как играет музыка. Видно, что здесь были протечки. Но самый большой плюс, что всего лишь пару квартир. То есть их очень-очень мало. Раз, два, три, четыре квартиры на площадке. Это в наше время, мне кажется, даже роскошь. Выходим на лестничный марш. Лестничный марш аналогичный, как и в предыдущем комплексе. Никаких этих дурацких переходных балконов. Значит, марши аналогичные, ничего не отмыто. И здесь вид, конечно, ну, неинтересный. По мне, на самом деле, вот если бы не делали бы вот такую штукатурку, то, что проще застройщика делали бы гладенько, красили бы, были бы гладкие стены, смотрелось бы совсем-совсем по-другому. Спускаюсь в подземный паркинг. Ну, вот видно, да? Понимаете, что здесь уже пытались исправлять. Здесь стекло. Почему? Потому что, видите, здесь, что с бетоном. То есть вместо вот такой плотности, здесь оно вот такая. Естественно, будет постоянно проблема. По-нормальному это нужно рыть прямо досюда и исправлять гидроизоляцию. Сразу, кстати, проглядел. То есть вот место. Вот ручеек тек. Здесь аналогичная ситуация. Здесь тоже самое. Здесь. Здесь немножко. И здесь, понимаю. Вот так вот. О, и здесь. Здесь тоже. Вот трещина. Небольшая трещина с раскрытием, наверное, полмиллиметра. Ну, вот она идет. Пошла, 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 пошла. Вот туда наверх. А дальше не видно. Ну, и, соответственно, понятно, вода дырочку найдет. Проходим в арку для того, чтобы посмотреть один из дворов. Напоминает старые колодцы в центре города. Ну, только здесь просто есть качельки под навесом для покурить и все. Больше здесь ничего нет. Да, у кого, конечно, окна выходят сюда, мне бы не очень хотел жить и смотреть прямо в окна соседей. Как-то это такое не очень, по мне. Очень-не очень. Смотрите, еще на какой момент обратил внимание. Вот получается у нас выступающая конструкция. И снизу нет утеплителя. То есть у тебя получается бетонный пол. Сверху у тебя там какое-то напольное покрытие и все. Если бы снизу был бы утеплитель, все было бы закрыто, то в таком помещении было бы теплее. Такая классная дорога. Слева-справа строительный забор. И, соответственно, люди, вот видите, уже какую протоптали тропинку. Я тут перед съемками озадачился и взял все сданные дома, которые строятся, взял акты ввода в эксплуатацию, проектные декларации и сложил все квартиры. От студий до четырехкомнатных квартир. И вы знаете, друзья, квартирография у застройщика понятна, для кого он это все построил и строит. Больше 57% от общего числа квартир это студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатных квартир чуть более 28%, трехкомнатных квартир чуть более 13%, а четырехкомнатные квартиры занимают вообще 0,6%. То есть для меня понятно, что эти дома строили для несемейных людей, для тех инвесторов, которые будут в дальнейшем реализовывать квартиры под сдачу. И, соответственно, для тех, кто хочет просто купить и потом продать, и немножечко на этом заработать. Для меня один из показателей качества и ликвидности жилья, это зайти на сайт, к примеру, заходим на Авито и смотрим, сколько здесь продается квартир. Если, к примеру, взять вот там через дорогу на Московском проспекте, где сталинские дома, вот там очень тяжело найти, там нет квартир. К примеру, двухкомнатная квартира стоит чуть менее 11 миллионов рублей в Сталинке. Ну, просто там еще нужно, соответственно, делать ремонт. И в продаже квартир почти нет. Здесь же, если посмотреть, их продаются сотни, потому что люди купили, им что-то здесь не понравилось. Ну, понятно, да, вот у меня, например, дети есть. Я понимаю, что здесь с садиками все на большую букву уже, школа и так же. Да, хороший район, да, все перспективно. Блин, ну куда ходить? Либо частный сад платить деньги и в дальнейшем понимать, вообще, как они там занимаются твоим ребенком. Либо, соответственно, в государственную, куда тебя направят, где ты будешь там непонятно каким числом в этой группе. Чем больше, соответственно, чтобы вы понимали детей в группе, тем, соответственно, тяжелее воспитателям их научить. А базовые знания как раз закладываются из детского сада и из начальных классов школы. Чем больше детей в классе в школе, тем, соответственно, учитель меньше может уделить время именно вашему ребенку. Поэтому хочется, чтобы вот эта социальная инфраструктура, она пережала новостройки. Но у нас, к сожалению, все происходит наоборот. Жилой комплекс «Галактика». Мы с вами видим бетон, базальтовый утеплитель. Причем, кстати, здесь классно, смотрите, что он сразу не толстым куском единарным, а делаю двойным по 5 сантиметров. Да, по пятерке, да, десятка получается. Соответственно, потом закрывают вот специальный такой, негорючая, строительная, чего-то там. Соответственно, она не продувается и отводит весь конденсат и влагу. Алюминиевые направляющие, и к ним уже крепится, соответственно, фасад. Для того, чтобы зайти в корпус 4.15, секция номер 1, идем по лестнице. Сейчас будет самое интересное. Дошел последний этаж. Сейчас покажу вам все квартиры. А вы подпишитесь на канал. Заходим, лифтовой холл, грузопассажирский, пассажирский лифт. Обратите внимание, как сделан здесь застройщик. То есть здесь получается шов технологический, и здесь, соответственно, он зачеканен базальтовым утеплителем, и потом я понимаю, либо будет какая-то планка, либо заштукатурой, что в дальнейшем не было тричин. Пленку все снимут, лифты, оттис. И вот обратите внимание, какой здесь отличный вид на город. Заходим, у нас получается 4 квартиры на площадке, 2 здесь, 2 здесь. Ливневка, слаботочка. Первая дверь. Обратите внимание, вот здесь на двери, что мне здесь нравится. Раз замок, два замок, ночная заглушка. Здорово. Вот это молодцы. Измерим с вами, друзья, ширину проема. 80 сантиметров, почти 90 сантиметров проем. Достаточно много места. В дальнейшем здесь будут звонки. Звонки, кстати, хотелось бы, чтобы они были более на низком уровне, потому что когда у вас есть дети помладше, то им, конечно, сюда, там, 5-6-летнему ребенку не дотянуться. Придется просить братья или сестричку, чтобы поднять. Раз, два, три помещения. То есть это у нас двухкомнатная квартира. Стоят у нас недорогие автоматы, производство ИКФ, базовый на 63 ампера, С32, С16, С16 двойной, еще один С16 двойной и два С16. Еще можно поставить и даже вот сюда. Конечно, сюда нужно будет ставить какой-то шкаф, чтобы это закрыть, чтобы этого не было видно. И давайте смотреть. Первое помещение. Это у нас обычная жилая комната. Здесь не хватает, чтобы немножечко здесь нарастили стенку. Потому что если вы, например, сюда поставите в дальнейшую дверь, то, соответственно, наличник сюда ляжет, а сюда будет проблематично, придется подрезать. По стенке из газоблока сразу отмечу, что сложно на все. На клей, швы, ну, бывает и тоньше делают, но сделано все достаточно аккуратно. Нигде, знаете, не видно, бывает, смотришь на стенку и видно соседнее помещение. Вот здесь, друзья, этого нет. И вот такие моменты, да, вот видно, когда примыкание одного материала к другому, здесь тоже сделано достаточно хорошо. Только не знаю, есть ли здесь, конечно, перевязка. Ну-ка. Вау, слушайте, держится очень крепко. Молодцы, хорошо. Бетонная стенка, в ней здесь есть. Здесь розеточные группы. Можно выйти на лоджию. Лоджия у нас совсем неглубокая. Здесь находится утеплитель. За счет, кстати, вот можно увеличить ширину лоджии как раз за счет того, чтобы многие просто демонтируют утеплитель. Но я не сторонник этого делать, потому что смысла 5-ти сантиметров никакого нет. Алюминиевые направляющие. Что тут, не знаю, задуют они в дальнейшем пену или нет, я не знаю, потому что там улица видна. О, фурнитура работает сказочно. Это ограждение для безопасности. Вот видите. Дома смотрятся, вот знаете, с одной стороны. Знаете, такое ощущение первое, что я попал в больницу. То есть такой больничный комплекс, где просто лежат там больные, болеют. Это обычная больница. Вот не хватает внизу только скорой помощи. Конечно, хотелось бы, может быть, немножко других фасадов, но с другой стороны, я вот на это смотрю, и они, знаете, чем больше с мудростью, ему почему-то больше нравится. Фасады простые. Фасады здесь, так называемый мокрый фасад, утеплитель, штукатурка, краска. Я много раз об этом говорил. Про технологию фасада. Вот, кстати, вот видите, вот террасы, а нет техэтажа. Это тоже для меня плюс. Ну, вот внизу, конечно, дворики такие небольшие. Это понятно. Земля дорогущая, и нужно выходить на ту рентабельность, которую закладывают застройщики, чтобы не уйти, естественно, в банкротство. Вот эти окна работают шикарно. Очень классно открывается фурнитура. Вот здесь что-то не очень надо поднастроить. Ну, и, конечно, вид. Вот как раз вот такой променад. Достаточно неплохо. Чем больше смотришь, почему-то он больше нравится. Не знаю, друзья, почему. Ширина балконной двери 0,7 сантиметра всего. Получается, что низ у нас стекло. Достаточно будет большое количество света. Сразу обращу внимание, что окна смонтированы на направляющие. Это большой плюс. А не насквозь, как обычно, пароизоляционная мастика с дефектом. Вот здесь, по крайней мере, внимательно смотрите при приемке. Не должно быть такого. Там внутри, кстати, пена должна быть монтажная. Да, вот там она есть. Вот как раз под подоконник. Ну, так намазали здесь хорошо от души. Молодцы. Радиатор отопления. Видно, что делали по уровню. Выставляли. Вот она там черта проходит. Значит, основной у меня вопрос вот к этим стенкам. Гипсокартон. Алюминиевые направляющие. Створки должны открываться. Да, вот они. Фурнитуры, к сожалению, нет, чтобы открыть. И вот понимаешь, что там, скорее всего, утеплитель. И непонятно, что там. То есть, все это утеплитель или нет. То есть, видите, смотрится такое ощущение, что это обычные направляющие. Там как раз утеплитель базальтовый, закрыли гипсокартон. К этому, соответственно, есть вопросы. Потому что, как это все будет, соответственно, в дальнейшем, как это будет происходить здесь вся, соответственно, отделка и что с этим будет дальше. Давайте пройдем, посмотрим. О, кстати, обратитесь внимание. Ванна. Ух ты. Друзья, смотрите, большая ванна. Проверим стенку. Слушайте, вибраций практически нет. Очень-очень крепко держится. И один из самых основных моментов, первое, дом позиционируется как бизнес-лайт. Вентиляция идет сборная, завода. Привезли, поставили, сварили. Вот здесь отверстие проколотили. И даже есть провод для того, чтобы вы поставили, скорее всего, вентиляторы. Обычная, пластиковая, недорогая, самая простая, канализационная труба. Пластиковые трубы. Уже есть счетчики с возможностью передачи. Данных. Фильтр грубой очистки. Запорная арматура. Ну, все как обычно. Здесь, конечно, нужно поставить устройство подвода воздуха. Ну, вот здесь есть такие моменты. Вот видите. Вот это по-нормальному нужно переделать. Что-то такое, знаете, что она просто... Ну, здесь вибрации. То есть, знаете, они вроде... Такое ощущение, что приклеили, потом демонтировали и просто положили сверху. То есть, вот здесь щели видно, что сам клей не держится к блоку. И вот здесь тоже как-то очень, конечно, странно. Непонятно. Аналогичное окно. Вот здесь, видите, да, мы видим базальтовый утеплитель за этой стенки. Это ванна. Ванна, конечно, здорово, что здесь с окном. Наклеите в дальнейшем пленочку на окно, чтобы на вас соседи не смотрели. Или шторку повесите. И будет все по красоте. Еще у нас одно помещение, достаточно большое. Здесь вот таких четыре бойницы. Здесь сверху виден, в дальнейшем, похоже, будет клапан для того, чтобы воздух заходил. И, конечно, обратите внимание, какой здесь классный вид. Вид достаточно шикарный. Хочется найти открытое окно, чтобы сделать красивое фото. Ну, вот здесь тоже, видите, все неплохо. Все на клею. Молодцы. Я, честно, удивлен. Не ожидал увидеть такого качества. Розеточная группа. Кстати, смотрите, розеточная группа сделана на высоком уровне. Обычно их сейчас по современному, по европейскому делают внизу. На высоте метра сделано. В принципе, если стоит вот такой диван, то как раз удобно будет. Вот видите, да, именно вот к этой конструкции вопрос. Как, соответственно, все это заделать, как это сделать красиво, потому что это получается обычное окно. Здесь, соответственно, надо было сделать просто обычное большое, по мне, окно, а не делать вот такие бойницы. Потому что если было бы сплошное стекление, вид был бы совсем иной, и света было бы больше. Это как раз кухня. Кухня немаленькая. Места хватит всем. Тут навскидку, наверное, метров 15-16. А на такой хорошем, правильном прямоугольнике. И гостевой туалет. Ну, тут, в принципе, все аналогично. Дворовая территория. Здесь, кстати, очень интересная отделка. Обратите внимание, очень смотрится красиво. Дорого. Но больничный вид, конечно же, здесь присутствует. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу хочу отметить фасад, что если бы сейчас с такой погодой фасад сделан был некачественно, то мы бы с вами увидели бы, друзья, темные пятна. Их здесь нигде нет. Это, как раз, говорит о том, что мокрый фасад сделан на отлично. Третий этаж. Корпус напротив. Две открытых двери. Электричество пока еще не подвели. Но сами обратите внимание, что на трешку автоматов, конечно, мало. Тот же газоблок. Большие широкие окна. Высота потолка в 2,7 метра. Розеточная уже везде группа. Все, сделана разводка. Останется, соответственно, только подключить. С улицы вот эти окна смотрятся интересно на фасаде. Но внутри, конечно, то, что они небольшого проема, света, конечно, солнечного, ну, маловато, друзья, маловато. Здесь у нас с выходом на лоджию. И вот, видите, вот эта лоджия. Она достаточно широкая. Кстати, здесь интересно применяет материал из застройщик. Почти полтора метра в ширину. Места предостаточно. Здесь, видите, керамзитобетонные блоки. У них большой плюс, что в таких домах и прохладно, и тепло. Вот здесь чувствуется, поддувает. Ну, причем так не поддувает, а так дует неплохо. Знакомый нам стеклопакет. Утеплитель знакомый. Ну, вот сразу скажу, что вот так утеплитель не запихивает. Он должен стоять плотно, но при этом не вот так скомкнутый. То есть он теряет все свои характеристики. Он кладется без какого-то нажима. Не знаю, зачем они так понавпихивали. Тяжело понять. Вон, рабочие идут. Не знаю, тут больше показать здесь, в принципе, нечего. Еще нет никаких отделок. Кстати, застройщик предлагает квартиры не только... Так, еще у нас тут не закрывается до конца. Не только в квартире без отделки, но также есть несколько вариантов. Естественно, за дополнительные деньги квартир с отделками. Да, вот здесь, конечно, окна уж очень маленькие. Но вот здесь, по крайней мере, классно работает фурнитура. Алюминиевая. Там направляющие забыли, зачем это вытащить. Вот здесь хочу заострить ваше внимание на пироге. 10 сантиметров базальтового утеплителя. На клею почти 25 сантиметров. И здесь у нас еще 15 сантиметров утеплителя. Сетка, штукатурка, краска. Будет теплый дом зимой и прохладно летом. Да, вот здесь, конечно, такой, знаете, как полуатриум. Очень красиво. Корпус 415, секция 6. Сейчас вам покажу некоторые нюансы в этом доме. А вы подпишитесь на канал и внимательно смотрите. Мы с вами находимся на лоджии. На первой взгляд все нормально. Алюминиевый профиль, все в порядке. Но обратите внимание, что вот есть такое пространство с одного этажа, с последнего, на предпоследний. Значит, здесь направляющие прикреплены к монолитному перекрытию, на которых держится, соответственно, остекление. В дальнейшем застройщик закроет это все базальтовым утеплителем и закроет такой металлической площадкой. Ну, соответственно, звукоизоляция, сами понимаете, будет не такая, как если бы это было бы, к примеру, монолитное полное перекрытие. Но зато отсюда открывается достаточно красивый вид. И в дальнейшем, когда здесь все достроят и приведут в порядок, я надеюсь, озеленят, посадят большие деревья, здесь, конечно, все будет красиво. Кстати, высота, по крайней мере, на последнем этаже 3 метра, то есть застройщик не обманул даже чуть более 3 метров. В этом помещении есть вот такая заложенная потайная дверь к соседям. Напомню, что здесь однокомнатную квартиру можно приобрести от 11 миллионов 800 тысяч рублей у застройщика. Соответственно, у так называемых инвесторов квартиры стоят чуть дешевле. И чувствуются вибрации. Интересно, что там внизу. А, слушайте, интересно, там не было краймеров, а здесь и не есть. То есть с фасада, чтобы было не видно их, а здесь сделано, видите, их немножко видно. Плитка здесь у застройщика торговой марки Керезит. Красивая плитка. Парфеновская улица. Вот это жилой комплекс времена года. Здесь однокомнатную квартиру можно приобрести от 10 миллионов 200 тысяч рублей с ремонтом. Ну вот, конечно, как видите, да, все засыпано песком, соним, наверное, как обычно. Скамейку сломали. Хотел сказать плохое слово, но нельзя. Погода сегодня, конечно, совсем не летная. Впереди мы видим уже сданные дома жилого комплекса Галактика Про. И идем, друзья, туда, чтобы посмотреть. Кстати, тут заезд и выезд очень непонятный. Как говорится, без пол-литра не обойдешься. Какие-то такие зигзаги, повороты с парковкой там большие, напряги, потому что паркинг стоит подземной дорого. Но зато можно бесплатно припарковаться, если, конечно, найдешь место, потому что даже днем с местами там очень туго. Вот это строится школа. Только вот заходишь в комплекс, если у тебя нет парковочного места, то ты ставишь где-то машину вот здесь. Обратите внимание. В 15 часов 19 минут все забито машинами. Здесь негде припарковаться. Здесь даже на местах для маломобильных групп населения ставят люди и машины, потому что мест просто нет. Фасад дома издалека смотрится неплохо. Обычный винт-фасад, обычная плитка. Клеймеры есть, но они в цвет и так сильно не бросаются. В глаза тоже застройщик молодец. Неплохо все подобрал. Но я не против таких фасадов, но я и не за. Я бы хотел нормальную штукатурку, а лучше всего кирпич, либо обычную бетонную плиту. Здесь, кстати, смотрится поинтереснее парклик. Он окрашен в такой красивый темно-серый цвет. Смотрится достаточно стильно. Вот видите, вот где окно. Здесь, соответственно, отделка фасада, как, например, там. Вот этот дом сдан в 2013 году. Для того, чтобы подняться наверх, нужно пройти настоящий квест. Скисад, строительство второй очереди. Галактики премиум. Детская площадка, спортивная площадка. И все-все-все забито, друзья, машинами. Галактика премиум, без буковки А. Кто-то взял себе на память. При входе, вот здесь тоже, видите, есть выемка такая под коврик. Есть предбанник. Это правильная история. Это хорошо отсекает теплый воздух и холодный. Заходим. Здесь еще один предбанник. Мне нравится, что здесь все в плитке. Плитка смотрится намного дороже, нежели чем одна штукатурка. Помещение для техперсонала. Почтовые ящики. Для спама ничего не вижу, кроме ведер, нет никаких полочек, чтобы поставить сумку. Есть везде указатели, информация, соответственно, для жильцов. И у нас здесь холл. Ну-ка, барабанная дробь. О, рукава есть. И зумер даже работает. Вот это у нас связь, видите, с лифтом даже подписали для перевозки пожарных подразделений. Когда поднимается, чтобы нужно, кстати, вот видите, обшивку вижу, вот и у застройщика только у эталона. Других я, друзья, такого не видел. Лифт грузопассажирский. Это вот с регенерацией энергии. Хорошие, классные лифты. Едет тихо, практически бесшумно. Лифт не трещит, все нормально. Есть связь, мы уже проверяли открытие и закрытие двери. Сейчас проверим, что здесь по датчикам. И, конечно, вот обшивка это здорово, что вот сделали вот такую, да, то есть, соответственно, повреждения будут здесь минимально самого непосредственно лифта. Но, конечно, было бы прикольно, если бы затянули баннером, бы красиво там наклейка какая-то, может быть, была бы. Галактика премиум, там, бла-бла-бла-бла. Было бы, конечно, по мне намного интереснее. Так, заходишь, как в строительный вагончик. Выходим. Слушайте, ну здесь сразу все меняется. Здесь я не в галактике премиум, здесь я в какой-нибудь панельке. 19 этаж, нумерация квартир. Понятно, вот здесь выходим. Где квартиры, здесь, соответственно, на лестницу это выйдем чуть позже. Эти люди двери себе меняют. Двери от застройщика. Смотрятся, кстати, неплохо. Вот видите, тоже что-то сделали плитку, не поменяли. О, а здесь рукавов нет, но здесь насадка. Вот видите, высоченные потолки, но как-то вот. Надо плиткой вот это все закрывать, чтобы было нормально. Я не знаю, почему не закрывается. Временные счетчики. Ну вот этот внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы это хотя бы было в цвет стен. Квартир, кстати, здесь достаточно много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Здесь, кстати, квартиры в премиуме стоят от 11 миллионов 800 тысяч рублей. Выходим с вами. Курение запрещено, а кто-то накурил. На лестничный марш сразу, видите, отличный вид на город. Если бы не снег, смотрелось бы все намного лучше. Ну а мы видим тот же грязный марш. Мы видим обычные, крепко держащие металлические ограждения, но при этом они недорогие. Двери обычные, такие же двери встречаются во всех комплексах эконом-класса. То есть могли бы что-то сделать более подороже. Почему-то с цветом проблема. Я не знаю, жильцы обращались или нет. Но света здесь явно не хватает. Вот тут видно какие-то недоработки. Ждем. Тамбур, кстати, закрыт здесь. Было бы больше света, здесь, конечно, было бы поуютнее. На данный момент, это, конечно, так не очень. Пожарная сигнализация почему-то. Здесь нет нигде написано, чтобы это был выход, хотя это положено по противопожарным нормам. Лифт говорящий. Ну да, видите, с датчиков всего лишь один. Очень жаль. Можно спуститься на минус первый. И сейчас проверим, как отличается первый этаж, то есть входная группа, от вышестоящих этажей, что мы уже с вами посмотрели, и как это выглядит парковка. Будет это же галактика премиум, бизнес-лайт, так называемая, либо это будет обычный вид экономы, который мы дома. Сейчас посмотрим. Ну что, здесь у нас аналогичный вид, как и выше, только вместо белого цвета здесь такой светло-серый. Ох, это... Здесь нужно прятаться, если вдруг возникнуть чрезвычайная ситуация, к примеру, пожар. Конечно, выглядит все это так себе. Хотя бы есть свет. Но, кстати, вот тоже переговорного устройства я здесь, честно говоря, не вижу. То есть вот мы спрячемся, там все, не знаю, вот там все горит, и куда тут что звонить, кому тут что сказать, как со мной пообщаются. Ну, знаете, как-то по мне очень специфическое решение. То есть ты идешь по каким-то катакомбам, унылым, и как только отсюда ты выходишь, вот здесь идешь, вот низкий потолок, здесь 2 метра, наверное, 2,10, ну, как-то не соответствует бизнес-лайту. И вот смотрите, друзья, мы поднимаемся с вами только на первый этаж. И здесь совсем другая история. Дорого-богато, есть зеркало. Здравствуйте. Смотрится все красиво, высокие потолки, все в плитке, освещение, есть пожарные рукава. Совсем другой вид, нежели что мы видели с вами на последнем этаже и на минус первом. Значит, и здесь, конечно, здорово, что доступ это производство БАС-АйПи, его можно подключить к мобильному телефоне на базе Андроид либо АИО, смотреть все с камер, открывать, прямо с телефона находясь в любой точке земли, главное, чтобы был интернет. Поэтому, конечно, здорово. Ну, вот видите, да, вот такие места, хотя бы на первом этаже мог застройщик сделать красиво, чтобы не было вот таких щелей, то здесь она есть, здесь практически нет. и вот дальше вот все аналогично. То есть, когда вот начинаешь присматриваться к фасаду, понимаешь, что делали-делали, но как-то кривизна почему-то она осталась. Здесь дорога, по которой часто мы все ездим, чтобы выехать в сторону Московского проспекта, старые постройки, которыми непонятно, что будут делать, носить, либо реконструировать, ну, и здесь бизнес-лайт в первую очередь здесь данный, второй, который строится, ну, такой у меня под сомнением. Значит, когда смотришь на карту, где продаются квартиры, и видно, что в таких комплексах продается большинство, то есть, очень много сдается и много продается. А если взять цену, стоимость с однокомнатной квартиры, то за эту стоимость можно приобрести, к примеру, двухкомнатную квартиру в Сталинском доме, где шикарная звукоизоляция, потолки 2,90 и выше, можно сделать хороший ремонт и жить себе прекрасно, не слышать вообще никаких соседей, ни сверху, ни снизу никого. Но, конечно, да, это будет старый дом, там будут входные группы такие уже подзамученные, не будет там площадок, но будут остальные проблемы, это вот с отсутствием парковки, бодание там за места и все остальное, но зато дома будут в хорошем месте расположения, рядом будут детские сады и школы, которые уже переполнены из-за российских современных новостроек, которые мы заполнили весь город, и, к сожалению, школы почему-то и детские сады город не хочет строить вообще. То есть то, что их строят, их нужно было еще построить и сдать несколько лет назад, чтобы не было так печально с местами, как на данный момент. Всегда, соответственно, есть выбор, либо приобрести квартиру в новостройке, либо, соответственно, приобрести ее вторичному жилье за ту же стоимость, может быть, и площади даже больше, сделать ремонт и жить припеваючи. Значит, от Galactica Pro первое впечатление очень положительное. Мне понравились там фасады, планировочные решения, такие интересные, необычные. На картинке смотрятся совсем по-другому, нежели чем вживую. Есть особенности, поэтому нужно всегда ходить, смотреть своим глазом, чтобы потом, когда покупаешь, приобретаешь квартиру по картинке, чтобы потом не притискали, о, блин, мне казалось, что будет вот так, как в картинке, а тут немножечко по-другому. Конечно, нужно всегда ходить. В общем, впечатление положительное, комплекс интересный, прикольный, в дальнейшем, конечно, здесь будет все здорово для жизни, когда будет социальная инфраструктура, потому что с обычной струй здесь все хорошо, все есть, и продукты, и кофейни не хватает пока, конечно, по количеству детских садиков и, соответственно, школ. Но хотелось, чтобы качество отделки было чуть выше, чтобы застройщик применял шумоизоляцию, потому что я здесь ее не увидел в межэтажных перекрытиях, и чтобы с каждым разом строился лучше и лучше. Знаете, такое пожелание в новом году Деда Мороза. Ну, конечно, из минусов, можно первое сказать, это дворовая территория, она неинтересная, скудная, без деревьев, кустарников, ну, травы не видно под слоем снега. Конечно, хотелось, чтобы здесь было выше в бетоне и в плитке, чтобы здесь, конечно, было больше травы, больше было зелени, потому что она нужна очень городу. Кстати, здесь хочу отметить, что совсем недалеко, рядышком, в шаговой доступности находится уже Московский проспект, станция метро, но при этом здесь тихо, я, например, не слышу какого-то жесткого трафика, чтобы шум там с набережной либо с Московского проспекта. Здесь все, друзья, достаточно тихо и комфортно. Если бы еще снег бы лучше убирали, то с коляской, в которой будет находиться ваш ребенок, будет проехать намного проще. Друзья, давайте подытожим. Если у вас нет детей, если вы их планируете завести чуть позже, то это хорошее место для того, чтобы приобрести квартиру, потому что очень удобное место расположения. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok